с удовольствием усилить без проблем и как бы есть не и недочеты ну и соответственно у меня тоже есть я идеально законодательство не знаю вот а у вас есть навыки как бы взаимодействия коммуникации общению и там прокурорами работниками мне бы хотелось так как я в ближайшее время осуществить на них атаку не безразлично как бы то что у нас в стране происходит а как бы людей таких как вы но я в поле ютуба я не вижу никого чтобы мог как бы самоотверженно стоять вот где вы живете а я город мурманск я понял понял город мурманск мурманск до кольский полуостров но а вы конкретно что предлагаете я понял владимир а что вы конкретно предлагаете либо какое сотрудничество вы говорите усилить как кого чего как какая помощь от кого и так далее ну поконкретней это как это я все понял все я как бы принципиально согласия даю да а теперь конкретика что конкретно требуется у вас youtube канал есть или что ну конкретно я понял я посмотрите моему каналу год год моему каналу сейчас у меня на канале около 28 тысяч или 27 тысяч вот то есть это дело такое что вы делаете видеоролики и постепенно у вас ну как постепенно достаточно быстро появятся подписчики вашему каналу сколько времени когда он был создан но это понятно но я говорю первую тысячу труда у меня есть существует я особо не выкладывал выкладывал по началу там ролики пишут подписчики но это понятно но я говорю первую тысячу трудно набрать а потом все быстро идет это как работают алгоритмы youtube а то есть по большому счету немногое зависит от вас от вас зависит только регулярное выкладывание каких-то видеороликов вот но за месяц за за два за три вы можете эту тысячу набрать это я не думаю что это большая проблема если у вас есть соответствующие видеоролики которым люди которые будут интересны людям я думаю вы быстро наберете просто надо посмотреть какие конкретно ролики вы выкладывали что это было если вашему каналу более трех лет то я вам все таки рекомендую заново создать канал другой канал новый потому что алгоритмы youtube уже не будут его определять как старый канал соответственно старый неинтересный раз никакого движения по нему не было а когда вы создаете новый канал соответственно youtube будет подходить как к новому если вы будете регулярно выкладывать видео то он его будет при продвигать то есть подписчики появляются не от того скажем так интересное ваше видео либо неинтересно от того показывает ли youtube их другим людям и смотрят они или нет то есть алгоритмы определенные работают то есть ваша задача попасть в эти алгоритмы youtube а чтобы он предлагал к просмотру ваше видео соответственно если люди будут смотреть то они будут подписываться будут просмотры и так далее так далее так далее вот то есть первый совет это вам создать новый канал заранее запасите там несколько видеороликов которые прям интересные с вашей точки зрения создали канал и примерно раз в день там через день выкладывайте по одному видео youtube будет их показать и вас будут подписчики те подписчики которые у вас на старом канале они скорее всего перейдут на этот новый канал там ну это уже дело тонкости вот я вот такой совет даю это да спасибо за совет сейчас тоже один совет дам вам вот у меня один из смотримых там видеороликов это о деньгах я там речь вел я там как бы длительное время занимался еще ну наверно 16 а да 2016 2018 год вот копал именно в финансовой части что у нас происходит рублем и вы наверно наверняка слышали 810 643 вот рубля слышал я это все этого в ю тубе хватает да 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 вот как бы из-за этого два блогера пострадали вот я как бы встретился с одним блогером здесь ну в подмосковье а он распространил эту информацию другому блогеру ну и как бы у них у одного там 36 тысяч подписчиков было у другой там что-то около 150 они начали об этом разговаривать они начали об этом разговаривать к ним ворвался спецназ к одному и второму и они уже отсидели и вышли ну то есть это давно было давно этим занимаюсь вот у него смотримость этого ну там 65 подписчиков ну и где-то просмотров ну наверное 800 что ли было я так полагаю люди вот знают для себя да они тоже по твоей по твоей сути наверно какие-то жирноватые и они не стремятся вот знаете вот я вот знаю а другим не обязательно знать теперь я умный понимаете какая тенденция ну вот они уловили какой-то слой информации я вот если честно не уловил в чем совет заключается владимир в чем совет заключается вы как бы предысторию так начали длинно длинно а теперь кульминация что конкретно ну я так понял из разговора что по финансам не интересно ладно а скажу вот сейчас допустим мало просмотров на ролики тоже ну блин у нас как-то сейчас с вами разговор получается мы сейчас завязались там на ютуб вот я те ролики которые выкладывал вот я как бы их сейчас можно сказать обозреваю вам вот смысл в чем ну там просмотров мало никому это не интересно вот вы допустим судами занимаетесь да я там выкладывал ролик за маску ну что в судах студии прокурорские работники ну все участники процесса они скрывают морду лица а когда ты открываешь морду лица ты не можешь стать свидетелем за свидетельством кто что говорил потому что лицо скрыто даже если ты будешь снимать на видеокамеру вот а видеокамера также не сможет доказать допустим в другом суде ну допустим ты подаешь апель а она не может подтвердить что такие события там происходили и кто-то что-то говорил потому что морда лица скрыта ты не видишь уста кто произносит речь либо там обвиняет любой там прокурорский работник может сказать да я не обвинял а если ты будешь в суде говорить что обвинял и ты видел ты будешь уже свидетелем и такой момент чьих слов Ихретарь записывает протокол судебного заседания текст тогда морда лица скрыта кто говорит сейчас а век как бы технологии многие могут применять допустим ну тот же телефон включить там какой-то заготовленный текст и воспроизвести его на устройство ну это не он говорил не он обвинял допустим а технические средства может такое быть Владимир вам сколько лет 47 ну вот мне 46 примерно одного возраста да смотрите то что вы говорите ну мы можем фантазировать любые истории там и про кто кого обвиняет формы там лица или как вы там сказали вот это все морда лица морда лица да это все ваши надумки про коды вот этих валют там живые неживые люди и тому подобное я вот всем людям говорю у меня в принципе есть по моему если вы ролики все мои смотрели я об этом уже неоднократно говорю что ну ребята я не собираюсь вас в чем-то переубеждать там навязывать свою точку зрения вот ну ради бога вы можете вот веровать в эту идею там кто-то в плоскую землю кто-то в круглую землю кто-то в живых людей кто-то в СССР до сих пор живет какими-то кодами рассчитывается либо там что-то где-то ищет кто-то в чатах находится что-то там друг дружкой переписывает друг другу доказывает вот с вами по отдельности со всеми разговариваешь абсолютно умные люди логическое мышление трезвость мышления все присутствует но если так отмеченно посмотреть на вас послушать и понимаешь это вот палата номер шесть вот извините конечно Владимир но вот мое личное убеждение именно такое потому что я рассуждаю более реалистично я вот смотрю что вокруг меня да если я иду в магазин и даю там условно говоря вот эти рубли я получаю за эти рубли определенный товар получаю определенное благо с определенным номиналом и тому подобное да мне все равно кто там в каких бумажках или в каких чатах там что-то обсуждает есть конкретные реальности понимаете если я живу в российской федерации вы можете говорить что мы живем там на каком-то континентальном шельфе римское право и тому подобное я вижу что существует вокруг меня если вы говорите что упразднены сотрудники полиции там судов не существует ну я то вижу это у меня глаза есть у меня органы чувств есть я вижу реальность морда лица там что-то не доказывают это какие-то технологии но вы откройте процессуальное законодательство почитайте что может быть доказательством что не может быть доказательством ну какая разница есть там морда лица нету там морды лица если есть информация в этом доказательстве которая может быть полезна для дела то это будет доказательством вопрос только в том будет принимать судья это доказательство в качестве доказательства либо нет то есть тут вопрос уже оценки и процессуальных нарушений со стороны судьи ну я вам сразу скажу какая разница какого качества и как заснято аудио или видео. В любом случае априори это является доказательством, потому что это предоставляет возможность получить ту или иную информацию о каком-то событии. Ну вот в двух словах, ну я просто немножечко не понимаю, мы сейчас что обсуждаем. Вы мне хотели дать совет, а в итоге, ну я как-то и не услышал концовку, в чем совет заключается. Снимать мне прокоды рублей, я вам так советую, заниматься тем, что вам больше всего нравится. Не стремиться там кому-то подражать и тому что-то, просто делайте то, что считаете нужным. И у вас автоматически будут подписчики. Владимир, я в своей стране тоже делаю, поэтому, ну как бы, к чему я позвонил? Я все это понимаю, тоже живые, там мертвые, римские права, оно римские права в Советском Союзе, люди не куда и ждут. А у нас в стране все хуже и хуже становится. Я понимаю, о чем вы говорите. Я вот одного у вас из тех выделил, вот всех этих живых, бестолковых, живорожденных, которые там не признают римское право, там пускоземьих. Я с этим согласен. Я тоже это вижу, и они бестолковые. Они еще бестолковые, знаете, в чем? Они это все унаследовали, как бы, от царя государя. У нас и государственные границы были Советского Союза. Почему они государственные? Потому что от царя государя, это наследие. Они от этого наследия отказываются, эти живые, бестолковые. Вот в чем. И это очень важно в судебных процессах. Это очень важно, если вы себя живым заявили. А у живого человека есть еще суд по правам человека. А что такое права человека, никто не знает. А права человека, вот я вам скажу, что такое. Это покушать, покакать. Вот что такое. Необъемлемый и присущий ему с рождения. Вот что такое права человека. А советский гражданин, он обладал заводами, фабриками, колхозами и совхозами. Если ты сказал, что ты живой человек, то ты отрекся от всего, от своего наследия. Особенно в суде. Вот эти бестолковые этим занимаются. А в системе это на руку. Они тебе и не будут говорить, как бы, прав ты, неправ. Это твое мнение. Владимир, вы можете, я понял, что вы говорите. Вы сейчас свою какую-то там философию пытаетесь рассказать. Вы иногда просто, иногда запишите его, то, что вы говорите, и послушайте со стороны. Вот вы ничем не отличаетесь от этих людей, которые, ну, другую философию продвигают. Там живые люди, там еще какие-то там моменты. Их очень много, вот этих течений, я так понимаю. Вы поймите, что, ну, вы занимаетесь непонятно чем. Вот какая разница в суде, я там назову себя, там, Мамаев Владимир Владимирович, или Владимир Владимирович Мамаев, там, какими буквами я это назову. Понимаете? Это не важно. Это не важно. Так вообще не важно ничего. То, что вы сейчас говорите, в суде это не имеет никакого значения. Если человек совершил преступление, там будет рассматриваться доказательство совершения его преступления. Если он виновен, если его вина будет доказана, то он понесет уголовную ответственность. И от этого не зависит, какой он человек, живой он, неживой и тому подобное. Весь вот этот бред, то, что вы рассказываете, это все туфта. Да, понимаете? Другое дело в том, что у нас суды выносят заведомо неправосудные приговоры. Это да, это есть такое. Потому что это система, вы правильно сказали. И системе выгодно, когда существует вот это вот течение одних, я прямо скажу, долбоебов, других долбоебов и третьих долбоебов, которые сидят в чатах. Послушайте, которые сидят в чатах и себя в грудь бьют, и друг другу медали дают, там, места, так сказать, начальников делят между собой. То есть, понимаете, какая-то клоуна, да какие-то дебилы отсталые сидят, что-то обсуждают. Я до сих пор состою в каких-то чатах, я не знаю, как я в них попал, но у меня каждый день они сотни, сотни переписок, бумаг, каких-то друг дружки сбрасывают. Я просто, блин, я в шоке думаю. Это ж пипец. Сколько народу вот этим говном занимается. И они довольны, они счастливы. Им больше ничего не надо. Они сидят у себя вот перед компьютером, они, не знаю, там, ну может в магазин ходят, там продукты купят и домой возвращаются в эти чаты, понимаете. Это их жизнь такая. Это самые безопасные люди. Ну там понятно, что там какие-то там органы их контролируют, чисто чтобы под контролем быть там ФСБ. Может быть и чаты эти сотрудники ФСБ создали, чтобы вот этих больных из психушки просто контролировать, чтобы когда будет обострение, чтобы они вдруг на улице не оказались и там какие-то глупости не начали делать. Но это самые безобидные люди. Вот они приходят, там что-то приставу доказывают. Да я живой, не живой. Да смешно на вас смотреть, люди. Вы глупые. Так вы не ведите себя так же, как они себя ведут, понимаете. Если вы говорите о том, что там кто-то неправ, неправ тот, кто слабее, понимаете. Если у вас есть сила, там, в знаниях, умениях, там, условно говоря, у кого пистолет, тот и прав. Вы будете менту или приставу доказывать, что он там прав, неправ, он будет на вас смотреть наглыми глазами, улыбаться и говорить, да я тебя не пущу и все. И попробуйте, вы против него чего-то сделаете. Сразу будет статья, там, за оказание силы, там, на сотрудника представителя власти, там, не дай бог его оскорбите и тому подобное. Вас эта система сразу же просто раскатает. Тут надо грамотно себя вести. Ну зашел я в суд, но стоит пристав, меня не пускает. Ну что, он от этого что-то боится? Да ничего не боится он и меня, меня никак. Но он знает, что я это сейчас зафиксирую и сделаю смешной ролик, где он будет долбоебом, понимаете. И то, что он долбоеб, увидит все страна. И завтра сосед ему будет показывать пальцем и говорит, смотри, долбоеб, блядь. Гусь, свинейный товарищ, который мента не пустил, а та девочка, которая мямлется, понимаете. Потому что эти ролики люди смотрят. Вот это важно, понимаете. А не то, какого кода и тому подобное. У меня тоже есть такого рода видеоролики. У меня и аудиозапись, и давление оказываю. И я считаю там тоже там своей некой заслугой. Ну я просто вижу тоже свой результат. Ну нет у меня ютуб-канала как бы такого раскрученного. Сейчас не считаю нужным туда там что-то выкладывать. Там много роликов у меня и хороших, добротных, где мусора просто стутся и бегут. Мусор ко мне обращается, говорит, не выкладывай, пожалуйста. Говорю, ладно, живи пока. И я удаляю, я говорю, ну удалю, представляю. Удаляю этот видеоролик. Иду на встречу. На какую встречу вы идете, послушайте меня, на какую встречу вы идете? Вы можете идти навстречу только с позиции сильного. Поверьте, вы всегда находитесь в позиции слабого. И то, что вас мент последним дожимает, опускает, говорит, элементарно удалить ролики, вы удаляете, вы проявляете слабость. Вы слабость проявляете. Вы и так слабые, а вы еще и слабость проявляете. Вот мой YouTube канал, это просто инструмент. Это не желание иметь там раскрученный канал. Я говорю, это способ и средство оказывать влияние на этих ментов. Они единственное боятся во мне, именно то, что я зафиксирую и это преподнесу. Преподнесу это у себя на канале. Потому что, если бы не было у меня этого канала, они бы меня не боялись, как вот вас не боятся. Ну и сняли в этот ролик, ну и засуньте себе его в одно место. Можете даже удалить его. Ха-ха-ха, не смешно, понимаете? Толку от ваших роликов, где вы там мента опускаете и тому подобное. Не смешно и никому не интересно, потому что никто не видит этих роликов. Никто не боится вас. И не надо с ними там договариваться, что вот я там то-то, то-то сделал, уступил то-то, то-то. Да вы никто, чтобы им что-то уступать. Вот когда вы покажете свою силу, тогда вы будете делать поблажки, сказать, ладно, расслабься, я тоже могу себе такое позволить, какого-то мента что-то не выкладывать, потому что он себя порядочно ведет, где-то там ложнулся, я могу какие-то уступки сделать. Но с позиции силы, понимаете? Потому что я сейчас могу себе это позволить, а вы не можете этого позволить. Владимир, я с позиции силы с ними разговариваю всегда, я вам скажу, вот как бы для понимания. В чем ваша сила? В чем ваша сила? Я вам скажу. Я вам скажу. У меня 300 тысяч по ИП долгов, но оно у меня не функционировало. Ну, вообще никакую деятельность не вела ИП на меня открытое. Оно уже закрытое. Они сами все сделали, сами закрыли, звонили с налоговой, говорят, у вас долгов 30 тысяч. Я им говорю, вы глупые, что ли, я в виде доходов этих денег не видел. Вы хотите в виде налогов, что ли, меняете? Перестали звонить. Потом я не плачу штрафы вообще никакие. То, что... Ну, это я понимаю, я понимаю. Я понял, Владимир, я понимаю, что у вас позиция, я всем долги прощаю. Вопрос в другом, в чем ваша сила? То, что вы не исполняете, саботируете органы власти, вот это все, я понимаю, я поддерживаю, как бы, ну... Я считаю, что это правильно, потому что если мне государство ничего не дает, а только отбирает, я не вижу смысла этому государству что-то давать. Вот, 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 а сейчас как бы усиление пойдет. Так в чем ваша сила? Владимир, вопрос простой. Я вам сейчас скажу, как вот, допустим, серия протокола. Когда, допустим, сотрудник составляет на меня протоколы, говорит, место регистрации, Дима Горбиши, Российская Федерация жилье не предоставляла. Он как-то, я говорю, вот так и пиши. Он пишет. Потом, место работы, трудовое место не предоставляла. И, в общем, ничего не делала. А потом, типа, вопрос, что ты с меня хочешь вообще получить? Протокол свой перечитай, что вы ничего для меня не сделали, я вам что-то должен. Владимир, вот к чему вот эту информацию говорить о том, как вы умно, с вашей точки зрения, оформляете протокол? Ну, это можно проще сделать. Просто я воспользуюсь 51-й статьей Конституции, ничего, какие, никакие показания о месте жительстве, о месте работы и тому подобное давать не буду. Все. Сотрудник в любом случае составит протокол. В любом случае он установит вашу личность на месте, либо доставит вас в отдел полиции, оформит протокол, выпишут вам штраф там или еще что-то, понимаете, нарушит ваши права и так далее. От того, что вы там будете словесно что-то там говорить, там, красивыми фразами, там, пытаться пристыдить мента, которого стыда нету, потому что он там работает. Он априори не имеет стыда, потому что он в наше время работает в органах полиции, в которых, в принципе, не существует уже нормальных людей. Потому что все, которые там работают, это мое личное убеждение, там глубоко непорядочные люди. Глубоко непорядочные люди. Эта система прогнила до такой степени, что там взяточники, коррупционеры, которых просто прикрывает уже другая система под названием прокуратура, суд и так далее. Да к чему вы это говорите? Я вас спрашиваю, в чем ваша сила? Вы сказали, я тоже сильный. Так вы можете просто сформулировать, что ваша сила, что, кто вы, что вы, что вы можете сделать, там, сотруднику полиции, или там кому-то еще, если, кроме, как вот говорить, вот эти вот, на мой взгляд, глупые слова. Да вам государство ничего не должно, там, квартиру предоставлять, там, пенсию платить и тому подобное. С чего вы взяли, что вам что-то должно? Вы выбрали позицию, что вы в государство ничего не вкладываете. Все правильно, это ваш выбор. Ну и вы требовать ничего не можете. А то, что вы там обижены на сотрудника полиции, да ему похрен, он работу делает, он отработал, протоколы составил, там, которые от него требует начальство, пошел домой, там, я не знаю, жену трахнул, все, ему насрать на вас, про вашу вот эту философию и тому подобное. В чем ваша сила? Отвечайте просто на простой вопрос. Либо прямо так и скажите, что я не имею силы. Я так же в реальности живу. Ну я что-то не заметил. Многие не... Не, ну, как бы вы меня не знаете, правильно? Я еще являюсь заместителем председателя Народного Совета. Вот, вот, я про это и говорю, что вот вы живете в своем мире. Люди, что там не дураки, понимаете? Так, я же сразу сказал, что вы не дураки, вы очень умные люди, вы логически размышляете, вы ссылаетесь на нормы права, вы там какие-то указы, инструкции, вы все красиво говорите, вы доказываете, какого диаметра печать должна быть, удостоверение соответствует, не соответствует по форме, там, вы молодцы, молодцы. Но только это все бла-бла-бла, к делу не имеет никакого отношения. Вы, кроме как сотрясать воздух между собой, на своих собраниях, в своих чатах не можете ничего, потому что вы пустое место. Ну, не конкретно вы, я в общем говорю. Поэтому я задаю простой вопрос. Так в чем ваша сила? Вы либо скажите, что вот моя сила вот в этом, либо скажите, что я на самом деле ничтожество, я ничего не могу. А это все иллюзия, которую мы придумали сами для себя, для того, чтобы себя успокоить, потому что, чтобы понимать, что мы хоть что-то можем, что мы люди, человеки. А на простой вопрос, в чем ваша сила, вы сказать не можете. Вот я могу сказать, я вам сказал, моя сила в том, что я могу выставить этих придурков у себя на YouTube-канале придурками, понимаете? И люди тысячи посмотрят на это. Это моя сила. Ваша сила в чем? Ну, я также могу выставить придурками. Ну, выставите. Вы же сказали, у вас канала нету. Да. Почему вас должны бояться? Почему вас должны бояться менты? Алло? Алло, да. Да, отбилось. Ну, это там у меня периодически 30 минут, когда что-то проходит, оно отбивается. Ну, да, это усердно. Да, Владимир, давайте вот я чисто подведем итог. Смотрите, я понимаю, что вы ищете соратников, которые рассуждают аналогичным образом, как вы и тому подобное. Это все понятно. Люди всегда стремятся объединяться, поддержка всегда всем нужна. И мне нужна. От вас, от других людей. Потому что это называется эго. Иначе быть не может. Если я что-то делаю на внешнюю публику, да, и от публики нету реакции, соответственно, я понимаю, что как бы это никому не интересно. И у меня опускаются руки. Но если я вижу реакцию, да, вот мне люди перезванивают, делятся какими-то историями, там что-то рассказывают. Я понимаю, что людей это задевает, им это интересно. И я с новой силой что-то делаю. Понимаете? Это очевидно. Вот я единственное хочу понять, как мы можем с вами конкретно усилить совместное, так сказать, создание чего-то. Я вам свою точку зрения сказал, что в принципе я человек, который не буду в чатах общаться на тему вот этих вот абстрактных рассуждений ни о чем. Я за то, чтобы человек просто поднял попу с кресла, вышел на улицу, посмотрел по сторонам и сделал что-то конкретное. Вот я, допустим, в вашей ситуации вижу под конкретно. Вот вы хотите YouTube-канал, который, вы говорите, у вас не раскручен. Так никто вам его не раскрутит. Это вы должны делать. Так вы возьмите, создайте канал, раскрутите его, выкладывайте туда ролики. Либо придумайте какой-то другой инструмент. Может быть вы будете выходить в какие-то заведения, там публично выступать. Владимир, извиняйте, что я вас перебиваю. На раскрутку канала сейчас. Ну, серьезно, нет времени. Нам сейчас закрутят болты настолько, что мы вообще даже ни пукнуть, ни пернуть не сможем. Сейчас опять маски введут. Хорошо, смотрите, такой вопрос. Владимир. Почему вы понимаете, что это ситуация, которая складывается в странице? Ну, так делайте что-то, Владимир. Вы можете насказаться были меня. Что-то делаете? Что значит нет времени? Я сделаю. Вы думаете, я не делаю что ли? Я сделаю. А что вы делаете? Ну, вот вы говорите, нет времени. В смысле, как? У него ни у кого нету. Владимир, давайте я вам примем. Вот случай из жизни. Я вам расскажу. Вот прям за деталей. А вы потом выскажите. Свои суждения, как бы. Хорошо. Вот тут совпадение какое-то. Ну, таких совпадений. У меня таких много совпадений просто. И я влияю на принятие решений. Вот у нас забираются, это же, ну, как бы, живые люди, они могут подтвердить, забирают Кореневу Ирину Александрову. Каширская там РУВД. Она пришла в администрацию без маски. И на нее составили 26.1 нарушение масочного режима. И по 19.3 неподчинение законному требованию сотрудника полиции. К вам материалу составили. Вот, закрыли. Она успела в час скинуть снос, что вот пришла в администрацию, писала ситуацию с документами. И вот за это ее задержали. Ну, там, прошу помощи. Позвоните. Номера предоставила. Я звоню вечером. Я совершил всего лишь два звонка. Ну, они там сбрасывают периодически. А бывают трубки не берут. Вот для того, как ты проявляешь свою, как бы, силу они это чувствуют, видят, они перестают брать трубку. Это у меня вот везде и поссеместно. Просто меня блок ставят, и все. Я не могу в дальнейшем дозвониться. Вот. Ну, так получилось, что они брали вот два раза. Первый я им как бы заявил то, что... Ну, спросил, по каким статьям они, а кто вы такой, вы что там, родственник, не родственник, ну, так как они люди. Говорю, ну, я гражданин своей страны, я в праве знать, кого вы там задержали, за что задержали. Ну, даю им понять, что они обслуга всего лишь, и пальцы гнуть тут не стоит. Хорошо. Они дают информацию, что там 93 и 20.6. А, 26.1. На чем основывается 26.1? Основание какое было? Восстановление губернатора Воробьева от марта месяца. Говорю, хорошо, а было где-то 20 мая уже. То есть восстановление вышло в марте о масочном режиме, а это в мае, 20-го числа. Я говорю, ну, берите это восстановление и теперь, как бы, читайте его. И у меня сразу претензии губернатору Воробьеву. И, ну, как бы, оставлю сейчас заявление, запустируйте его и разберитесь с данным гражданином, почему он в своем восстановлении не указал праздники государственные, которые утверждены Президиумом Верховного Совета СССР еще. И эти праздники праздновали в годы Великой Отечественной войны, когда была непотребственная угроза жизни и здоровью граждан. А у вас есть только предполагаемое. Ну, то, что они могут заразиться, помыть, а закончится все тяжелым там летальным исходом, они не боялись и праздновали. А это вменяется в обязанности губернатору Воробьеву. Почему он в своем ничтожном восстановлении не указал, что должны делать граждане 1-го, 9-го числа. 1-го у нас подразумевается демонстрация, шествие шариками, транспарантами и флагами. А 9-го возложение и то к памятникам политиков Великой Отечественной войны. Владимир, можно вас передать? Если делать с открытым лицом, почему губернатор не указал? Владимир, можно вас перебить? А если не указал, можете постереться своей бумажкой. Я понял, понял. Владимир, можно вас перебить буквально на чуть-чуть? Да. Вы просто мне скажите, вы мне вот это вот сейчас все рассказываете с какой целью? Вы сейчас рассказываете свою философию, свое отношение к тому, либо иному событию. Нет, нет, нет. Нет, что дальше произошло? Так вы конкретно сводите, вы не уходите вдалеко, про нормы права, вот это все, что-то-то... Я не ухожу, я просто в целом, ну как бы... Я понял, не надо так подробно, я с вами согласен, послушайте меня, я с вами согласен, они ублюдки, они все твари конченые, можете не объяснять мне, ссылаться на нормы права не надо. Все вот эти, кто ввел масочный этот режим, все они ублюдки, бараны и тому подобное. И те, кто носил эти маски, аналогичные товарищи, понимаете? К конкретике подходите, конкретике, не надо вот это абстракции, я знаю, у нас такое же есть. Я спросил, чтобы вы цветы возлагали к памятнику погибших в Великой Отечественной войне. Говорят, да. Ну зачем опять... Граждан, почему возможности такое не предоставили? Почему они не могут? Почему постановления не указаны и прочее? Ну в общем, там приехала судья с Москвы, я им еще запретил, чтобы они судили ее частным судом, я буду представлять ее интерес в суде. А только судом, созданным на основании закона. Приезжала судья с Москвы, выписывала ей 500 рублей, отпустила. Через два дня с Московской области снимают QR-коды неожиданно для всех. Они их ввели, тут еще передвижение было по QR-кодам. 20-го был звонок, 22-го снимают QR-коды. через пять дней, через два дня произошло, через пять дней у нас Владимир Васильевич не захотел самоотстраняться от государственного управления, собирает тексты на заседание и ставит вопрос о проведении парада 27-го июля. Помните, у нас 9-го мая не было парада по красной площади. Владимир, вы конкретику, пожалуйста. Я понимаю, что у вас красиво все звучит, но нету конструкции вашего диалога. О чем вы хотите сказать? Вы рассказываете свою жизнь, вы рассказываете о том, что вот солнце засветилось. Это я так позволил. Я вам прямо скажу, вы там ни на что не влияете. И QR-коды отменили, не от вас. Я их только к своим заслугам на 100% не соотношу. Но был такой момент. Ну совпадение, понимаешь? Бывает так, да, бывает так. Ну да, и его в совпадении за совпадением, в совпадении за совпадением. Ну потому, что это называется правило выжившего и тому подобное. Вам-то кажется, что это так, и у вас иллюзия в голове. Это так, Юля. Постоянно кажется. Ну я, да, я как бы заметил. Поэтому я вас почему спросил, сколько вам лет. Для того, чтобы понимать сразу изначально, насколько близко вы уже подошли к тому возрасту, когда у человека начинается старческий маразм. Я сразу вам сказал, что у меня тоже это может быть. У любого человека это будет. Вопрос только, кто к этому когда придет. Вы все очень умные люди, и я себя к таким отношу. Но заскок происходит, происходит заскок. Вы вот сейчас рассказываете, вы там раз заставили судью приехать, штраф там вынесли 500 рублей, они расстреляли. Понимаете, это ваша заслуга. Вы начинаете придумывать то, чего нету. Спуститесь на землю, посмотрите в зеркало, кто перед вами стоит. Ну, возможно, этого и нет. Нету этого. Вы не Владимир Владимирович по фамилии Путин. У вас другая фамилия. Все правильно. Ну, так поймите, пожалуйста, что все-таки не надо в иллюзиях жить. Возьмите что-то маленькое, конкретное и делайте. Самое главное, конкретно, ключевое слово, конкретно делайте. Не надо вот эти базары ни о чем. Ну, вот я сейчас хотел конкретно сделать, поэтому вам звоню, как бы выделил естественно. Слушаю вас. В случае чего за помощью. Слушаю вас. Вот конкретика. или прочего. Ну, конкретика, еще ничего не произошло. Но я хочу атаковать. Ну, я вас слушаю. Конкретика где? Хочу атаковать, хочу вот это. Конкретно что? Конкретно прибыть с сотрудником полиции, написать заявление, я думаю, я не смогу оттуда выщить. Вот в чем. Почему? Ну, почему? Ну, потому что так думаю, потому что в реале живут так же, как и вы. Ну, так в реале это будет, знаете, когда вы выйдете из дома, напишите заявление, подадите заявление и уйдете. И вы увидите, что ничего страшного не произошло. Вы смогли это сделать. Да, дай бог. Ну, так я вам сразу говорю, ничего не будет. Я вот тоже могу сказать, я сейчас пойду в отдел полиции, мне ничего не будет. Я напишу заявление, я включу видеокамеру, мне будут запрещать, я скажу, да я ничего не буду даже говорить, я буду просто снимать и все. Да я согласен с вами. Если бы это был вопрос, там, допустим, какого-то гражданина, которого там обидели сотрудники полиции, вы встали на его защиту, пришли с видеокамерой, как бы, присели, там, снимаете, да, ничего вам не будет. А если вы уже касаетесь и хотите нанести ущерб Российской Федерации, то я думаю, вы оттуда так же не выйдете. Да каким образом вы можете нанести ущерб Российской Федерации, вот лично вы, какую опасность вы создаете? Никакую. Если вы ментов не оскорбляете, если вы на них с кулаками не лезете. Я не буду никого оскорблять, зачем мне из вас бывать? Вы мне скажите, какую угрозу вы представляете? Вот на самом деле я в вас не вижу никакой угрозы. Ну, пришли вы подать заявление, ну, написали заявление, подали, ну, вы почитали, не выбросили, посмеялись и все. вы сейчас так говорите, не зная, меня вообще не видя, я никакой угрозы не чувствую. Так я же вас задаю конкретные вопросы, вы не можете на них ответить. Если бы у меня к вам были претензии, я бы пришел к вам с этими вопросами, вы бы очень сильно почувствовали угрозу. Ну, если бы вы меня угрожали, возможно бы почувствовал, да, если бы угроза была именно прямая, то есть, ну, там, мне многие люди угрожают, ну, все равно как бы... Нет, на будущее вы бы почувствовали от меня угрозу, если при должности находите. Ну, какую? Ну, какую? Ну, скажите. Вы угрозу почувствовали? Ну, какую угрозу, скажите, пожалуйста, я не понимаю. Вы же при должности. И так не знаю человека, как бы мы с вами общаемся, сейчас и не общаемся. Вы такие умозаключения делаете наперед. Какая угроза? Чего вы там из себя представляете? Ковно на палке. Вы зачем оскорбляете напрямую? За что? Да, Владимир, я вас не оскорбляю. Я, когда говорю какие-то свои осуждения, да, я не говорю конкретно о вас. Я говорю о том, как я отношусь к конкретной ситуации. Вы здесь вообще ни при чем, лично вы. Я вас, как вы правильно сказали, не знаю и знать не могу. Вы просто говорите об одной ситуации. Я начинаю высказывать свое мнение про эту же ситуацию с другой точки зрения. Вам она не нравится. Вы начинаете воспринимать это на личный счет, потому что у нас разные точки зрения, я так понимаю, по какому-то вопросу. Но я вам, когда задаю конкретный личный вопрос... Я взял вам Владимир, вот вы говорите, вы в реальности живете. Вам говорят, вы приходите в отдел, он говорит, это ваше мнение. Вы на это возражаете каким-то образом? Что это мнение ваше? Каким образом вы возражаете? Владимир, давайте сделаем так. Если вы мне задаете вопрос, я на него отвечаю, и вы меня не перебиваете, потому что я очень критически отношусь к тому, когда я говорю, и кто-то в параллель что-то начинает говорить. Во-первых, значит, меня человек не слушает, во-вторых, он меня не уважает, во-вторых, его не интересует вообще мой ответ. Если вы задали какой-то вопрос, да слушайте, я потом скажу, теперь и говорите вы. Вот так мы можем беседовать. Потому что если я что-то говорю, и вам это не нравится, это не означает, что нужно меня перебивать. Вот вы мне сейчас задали вопрос о том, что если я приду в отдел полиции, и мне скажут, что вот это мое мнение, что буду я делать? Отвечаю. Если я приду в отдел полиции, я имею право подать заявление. Я знаю, что я подам это заявление, я знаю, что никакого результата не будет. В лучшем случае будет какая-то очередная отписка, ну короче, будет бездействие. Ну, чисто для видеоролика, для контента, для чего-то такого, там, в своих, в моих суждениях, я это сделаю, потому что иначе я туда просто не хожу, потому что это бесполезно. Если мне там кто-то скажет, что я вас не буду принимать заявление, отлично, хорошо, я на этом создам контент и выложу в это в социальные сети, и люди будут смотреть и говорить, какое чмо вот это сидит за стеклом, понимаете, вот это лысое там, или вот это вот секретович, либо вот этот неизвестный наружности без фамилии и звания и должности. Вы догадывайся, в каких роликах я говорю своих. Вот, все, вся моя цель прихода в этот отдел полиции будет только связана для создания контента и показать их дураками. Но если они будут себя вести адекватно, все пройдет адекватно, я не буду их специально провоцировать, если они не будут провоцировать меня. То есть, я просто так бросаться на человека не буду. Но если эта гнида мне начнет запрещать видеосъемку, либо задавать тупые вопросы, либо в чем-то ограничивать, естественно, он получит такую реакцию от меня, что он охуеет, понимаете? Вот, вот я вам объясняю, как я себя буду вести. Если меня запрещают, если мне запрещают видеосъемку, они охуеют, как я себя буду вести. Они вот, вот тут уже они действительно охуеют. Ну я вам обрисал. Владимир, давайте я теперь вам задам вопрос и вы будете отвечать. Вот, я вам ответил. У меня вопрос. Вы не ответили на вопрос. Ну вы меня перебиваете, значит, вы посчитали, что я ответил. Я понимаю, что, как говорится, вам дальше неинтересно, что я буду рассказывать. Вы меня перебили? Перебили. Ну когда, в каком моменте? Ну в моменте, когда я говорю, вы начинаете в параллель говорить. Это называется перебивание. Не, я вставку просто сделал. Да не надо вставки делать. Не надо делать вставки. Но я не перебивал. Ну это вам так кажется. Так, кто-то тут мне названивает. Сейчас, подождите. Владимир, давайте я вам еще раз, не знаю, как-то подведу итог. Я делаю то, что я считаю нужным. Лично для себя. И для меня не существует никаких определенных ограничений в этом плане. Если я убежден в своей правоте, если я считаю, что нужно делать так-то и так-то, я это беру и делаю. Естественно, я стараюсь это делать в рамках закона, в рамках каких-то своих принципов и тому подобное. То есть, не переходить за определенные грани. Я вот то, что хотел сказать. Поэтому, если мне кто-то что-то делает, то, что мне неприятно, я делаю соответствующую реакцию и стараюсь человека наказать своей реакцией, процентах случаях люди меня понимают и больше в дальнейшем себя не ведут таким образом, как мне не нравится, понимаете, для себя лично, мне не нравится. Как они ведут себя с другими людьми, это их личный выбор. Это выбор того человека, кто себя ведет и кто это позволяет, чтобы с ним так вели. Я в это стараюсь не вмешаться по своей инициативе, потому что это их выбор. Есть садисты, есть мазохисты, но это неправильно. Должно быть общественное порицание, если вы видите, что как-то не так происходит, это дай волю с тем, а не раздел страну начать. Мы должны идти в одном ключе. Да никто никому ничего не должен. Владимир, давайте я вам отвечу. Можно я вам отвечу, чтобы вы далеко не уходите? Еще раз объясняю. 80% населения, которое живет в говне, в говнище, в дресне вот в этой. Их все устраивает. То, что вас что-то не устраивает, то, что вы считаете, что вот вашему соседу не нравится, это ваше сугубо личное мнение. Вашему соседу очень нравится жить в дерьме, бухать и тому подобное. И вы со своими правилами к соседу не идите. Вы свою помощь навязывать не надо, понимаете? Вы крайне окажетесь. Вы что, ни разу не наступали а в ответ получаете говно? Ведь поговорка есть такая, не делай добра, не получишь говна. Не получишь говна. Я сто раз с этим сталкивал. Так сделайте вы... Сделайте Владимир выводы, не надо параллельно говорить. Вы выводы сделайте Владимир. Вы сказали, что сто раз с этим связывались. Посмотрите вокруг нас. Людям нравится носить маски. Они до сих пор носят некоторые маски, потому что это бараны. Это конченые бараны. Понимаете, как можно их защищать? Их все устраивает. Очнитесь. Себя для начала научитесь защищать. Вот я лично защищаю себя. И мне насрать на окружающих баранов, потому что они бараны. Они никогда не оценят то добро, которое я хочу для них сделать, потому что им это не надо. Это с моей точки зрения добро, а с их точки зрения это говно. Они не нуждаются в этом. Их все устраивает. Наконец-то сделайте выводы правильные. Сделайте выводы правильные. Я солидарен с вами. Потому что у вас как бы на перспективу, вы действуете на перспективу на будущее, вы видите, что может из этого получиться. И я также действую, поэтому ну блин, мы даже вот я чую по характеру даже одни и те же люди. Ну как один человек по характеру. Я так же, я наступаю на грабли. Я понимаю, что 90% 99% выдла просто. И что таких вот, допустим, как вы, единицы. И единицы, они меняют мир. Своими видеороликами, своими звонками, полицейские там учатся. Вы им также сознание меняете. И я делаю то же самое вместе с вами на уровне. Только я не выкладываю ролики, а вы выкладывайте ролики. Вот в чем наша принципиальная разница. Ну я тоже защищен, но недостаточно защищен посредств народ. И у меня нет судебной практики написания заявлений. Я не знаю совершенств его с КОАПом, законодательством, на которое мог подплатить. Но цели у нас одних с вами, поймите. так что вам мешает делать то, что делаю предположим я, либо другие люди. Что вам мешает знать КОАП, другие моменты. Что вам мешает в суде защищать свои интересы, иметь практику и так далее. Что вам мешает? Вот подождите, вы меня не перебивайте, то что вы сказали, я прокомментирую. Вы сказали на самом деле, что мы одни и те же люди, одни и те же интересы, стремления, направления и тому подобное. Это ваша точка зрения. Вы меня пытаетесь присоединить к себе с точки зрения, что вы думаете, что вы знаете меня. Я же вам говорю и еще раз говорю, что да, в чем-то мы похожи как люди, как обычные люди, понимаете? Но я вам сразу говорю, что я не мазохист. Я если наступил на грабли, да, но я могу несколько раз наступить. Согласен, как бы если шишка небольшая, надо расхерачить так, чтобы все-таки третий раз не наступать. Но делайте выводы из своих ошибок и тому подобное. Я делаю определенные выводы. Я давно их сделал. Я давно сделал выводы и живу я по принципу какому, что я делаю то, что я считаю нужным для себя в первую очередь. Для себя, понимаете? Человек должен любить в первую очередь себя и только тогда он сможет любить окружающих. Только так, если он себя не любит, если он не умеет самоуважение к себе, он не может уважать окружающих. Это истина. Если вы в разговоре с кем-то, с сотрудником полиции и тому подобное, позволяете кому-то с собой как-то неуважительно разговаривать, то это уже все. Почему у меня возникает иногда конфликтные ситуации с судьями, с ментами и тому подобное. Потому что я изначально ставлю наш разговор так, чтобы он происходил как минимум на равных. Потому что тот человек, тот судья, тот сотрудник полиции, который изначально со мной нормально по-человечески общается, у нас нормально происходит разговор. Как только кто-то передо мной начинает выпендриваться, он считает, что он круче, я их сразу стараюсь опускать на землю. их манеру общения, я начинаю хамить, я начинаю проявлять агрессию и так далее, и так далее. Для того, чтобы наглядно показать. Многие люди думают, что это я такой плохой, что вот я хамлю и тому подобное. Они упускают тот момент, почему я такой стал, что это моя защитная реакция на то, что было до этого. Вот у меня все ролики об этом, как говорится, ну, я нормально, нормально, там подходит ко мне с наездом какой-то охранник ГБР начинает меня выталкивать. Но он в ответ получает определенную порцию негатива, агрессии и тому подобное. И вот окружающие стоят, либо комментаторы пишут о том, что вот какой-то псих неадекватный орет в магазине и тому подобное. так вы посмотрите изначально почему начался конфликт. Так и я так же делаю один в один. На взаимоуважении взаимпонимании и как только он начинает борзеть юлетней и начинает херню какую-то грязь, я его ставлю на место. Один в один, как и у вас. И всегда, практически всегда мое взаимодействие с сотрудниками заканчивается конфликт с моей стороны. А их бегством либо нежеланием продолжать и заниматься дальнейшим этим делом, либо бросанием трубок. Всегда этим заканчивается. Но изначально я к себе человека располагаю, говорю, здрасте, здрасте и так далее. Ну, если я вижу, что он начинает пороть херню какую-то, но он получает в ответ. Так же один в один, как и у вас. Я не ставлю выше себя кого-то. Изначально все правильно на взаимном уважении, на доверии, потому что он человеческий отнесется к ситуации. А они потом начинают врать, борзеть, и меня так же, как и вас, переклинивают. И зачем вас переклинивают? Хотите, скажи, зачем? Владимир меня никогда не переклинивает. Я об этом сто раз говорю, что все мои, все мои действия, они настолько завешены и поконтрольны. Вы ошибочно думаете, что я, что я стерю и тому подобное. Ну, ладно, давайте вас дослушаем. почему вы это здесь делаете? Вы же можете объяснить? Я могу даже объяснить вам, почему вы это делаете. Давайте вы скажете, мне просто интересно, почему я это делаю, а потом вы помолчите, и я скажу, так это или не так, если не так, то почему. во-первых, они тем самым искажают реальность, множат зло, а вы на стороне добра. Поэтому у вас нестерпимость к тому, чтобы зло множилось, и вы на стороне добра. Так же, как и я, на стороне добра. И когда мне сотрудник начинает какую-то стерню молотить, искажать реальность, ну, меня клинит так же, как и вас. Все, могу я дальше прокомментировать, ответить? Да, конечно. Значит, Владимир, еще раз, не знаю, вы, наверное, слышали, не слышали, я сто раз говорю и в других роликах, и сейчас повторюсь, я не борец за справедливость, я не добро, я там не тот человек, которому нужно поклоняться, я обычный человек, такой же, плохой для кого-то и тому подобное, не надо во мне видеть того, чего в принципе не может быть ни в ком. Я не несу никакого добра, я ничего не делаю такого, чтобы как бы оценивать, что есть добро, это Мамаев Владимир Владимирович, и есть зло, допустим, сотрудники полиции или суд и тому подобное. Абсолютно нет. Я еще раз повторяю, я делаю то, что считаю нужным в отношении молода. Ну, давайте я продолжу, значит, смотрите, я делаю то, то, что я считаю правильным для себя лично, лично для себя, поверьте, я не думаю о будущем всей планеты, там, конкретного слоя населения и тому подобное. Я так глобально не размышляю. Нету у меня этого. Люди, не думайте обо мне так, что я вот тот человек, который делает для кого-то. я не делаю для кого-то. У меня нету такой самоцели, потому что, возвращаясь к предыдущему разговору, о том, что людям не надо этого, насильно, мил не будешь, никому этого не надо. Просто люди, когда видят то, что я делаю, они это как бы относят к себе, относят к каким-то ситуациям, желание видеть в каком-то человеке спасителя и тому подобное, на кому можно поклоняться, подражать, кумиров и тому подобное. Вот, вот и все. Я обычный человек, который просто использует свои какие-то навыки, умения и опыт для того, чтобы какую-то ситуацию предоставить таким-либо иным образом. Это первый момент. Второй момент. То, что вы говорите, я там где-то выхожу из себя, еще раз я обращаю внимание, все, что вы видите, в какой-то степени считайте это театр. Я согласен, театр, я театр видел своими глазами на вашем канале. Поэтому, вы понимаете, Владимир, ну можно я все-таки закончу мысль, потому что иначе я не смогу вам донести мысль. Да, да, слушай. Поэтому, то, что я делаю, вы должны понимать, что если бы человек, реально находящийся в стрессовой ситуации, который истерит, он не может априори снимать это стабильно на видеозапись. Вы же понимаете, что я это все делаю под видеозапись. Вы должны понимать, что я специально это делаю. Во-вторых, какие слова я произношу. Вы поймите, что человек, находящийся в стрессовой ситуации, он не сможет себя так контролировать, как контролирую я. он и нахуй, и захуй, и порочие пошлет, понимаете. Но у меня же этого нету. Нету. Любой человек стресс... Я понимаю. Ну, не перебивайте, пожалуйста. Любой человек, который находится в стрессовой ситуации, он себя ведет неадекватно. но я всем людям говорю, всегда держите себя в рамках, всегда контролируйте ситуацию, всегда. Именно тот сильней, который ведет себя контролируемо. Я же могу разговаривать спокойно, а потом резко перейти на такие вот ноты истерические, агрессивные, а потом резко вернуться обратно, понимаете. Вы должны понимать, что это инструмент, это манипуляция с тем человеком, с которым я веду разговор или еще какие-то действия совершаю. Поэтому вы ошибочно полагаете, что если мне мент что-то сделал для меня неприятно, и я вдруг вышел из себя и начинаю что-то агрессировать и тому подобное. Нет! У меня все продумано, все расчетливо, я специально выхожу, чтобы спровоцировать его на определенные вещи, чтобы он начал в отношении меня вести себя неадекватно, проявлять агрессию и тому подобное. Они уже умные, они все понимают, им уже руководство разъяснило, как со мной вести, не вестись на провокации. Да, я прямым текстом провоцирую. Вы думаете, что мне жарко или холодно, как меня мент назовет? Да мне насрать на них. Есть такая поговорка, хоть горшком назови, главное в печку не ставь. для меня мусор он и есть мусор и как мусор меня назовет мне неинтересно это. Владимир, есть внутренние ощущения состояния человека, есть его ценности жизненные и то, как вы снимаете видеоролики вот эти, ну и как бы преподносите людям, выкладываете. Невозможно постоянно так себя вести и контролировать. Вы уже то, что из себя представляете, вы уже это ваша суть внутренняя. Это система координат, которую вы опираете. И если вам неприемлемо, вы вспыльете. Так ли? Ну, естественно, я еще раз говорю, то, что я транслирую, это мое мнение. Вы и актер там, да, очень хороший, но хочу заметить, это актерская ваша жизнь вам поменяла тогда. Вы не терпите, по вашим видеороликам видно, что вы не терпите, когда при взаимодействии с вами кто-то что-то также несет какую-то черню. Ну, мне кажется, не надо быть терпилой. Да и все. Любой человек не должен терпеть то, что ему не нравится, ну, иначе ты терпила, вот и все. А это уже ваша сущность. Ну, так я об этом и говорю, что я такой, какой я есть. не я. А вы говорите, что вы играете. Даже если играете, я понимаю, отчасти вы играете. Где-то идет спектакль театра. Ну, я тоже так же делаю, так же манипулирую. Где-то и провоцирую. Владимир, вы меня не услышали. Владимир, вы меня не услышали. Под словом играю, я имею в виду, как я преподношу эту ситуацию, как я себя веду. То есть вы должны понимать, что в моих действиях нету выхода из равновесия, нету этой вещи. Я сам себя завожу, чтобы у меня естественно звучала речь, чтобы агрессия была, чтобы у меня глаза были соответствующие, зрачки, чтобы человек меня боялся напротив, понимаете. Это естественная ситуация, но она вся контролируемая. Я контролирую процесс. Если бы я не понимал, я бы об этом не говорил. я так же контролирую процесс, так же могу и пылить, и тут же успокоиться. И других, если я вижу, выходит за какие-то рамки моего понимания, она мной уже не будет контролироваться, я иду в план П уже, план С, который всю эту ситуацию разрует, успокоит и прочее. Есть же недоумки, которые вообще не бэ, не бэ. И что с трудом есть такие мусора, что ты ему там объяснишь. Он с колхоза приехал, никакие там опорядочности и опорядочных вещах либо действиях можно говорить с этим колхозником. ему основу даже непонятно. То, что он делает, он не может осознать и ответить за свои действия не может. А ты ему что-то там больше стирать, объяснять. Он вообще настолько далек от этого. Конечно, с такими дуболомами еще тяжелее. Это теми, кто понимает, вы тоже разбираетесь в людях. Вы не будете там какому-нибудь седому охраннику, у которых полуста зубов нету, видно по его как бы меру восприятию, что он гривянный по пояс. Чего там ему будет какой-то мораль разглаголь. Он и не поймет ничего. Конечно, вот таких ну как бы в сторону отвости ими не взаимодействовать. Более-менее кто-то что-то понимает там законодательцы, там очкарик какой-нибудь очкарик и выйдет интеллигентного вида, вот он более-менее что-то понимает. Вот его дураком можно быть ну и я так же делаю. А с этими чертой плясу вахтерами. Он и смысл сказанного не поймет. Я же говорю, то, что вы делаете, я тоже самое делаю. Владимир, ну давайте я сейчас немножко паузу сделали, расскажу. Ну смотрите, я много раз эти мысли повторял, я не знаю, смотрите, вот там записи стримы мои и тому подобное, мысли там все время звучат эти и неоднократно. Вот то, что вы сейчас сказали, я попытаюсь вам объяснить, хотя я тоже говорил, пускай звучит высокопарно. Я не должен общаться и кому-то доказывать с муравьями. Да какая разница, знает он что-то, интеллигент, либо он вообще дебил беззубый и вообще ничего не понимает. Да я не должен с ними общаться и кому-то что-то доказывать, объяснять, свою правоту и тому подобное. Зачем? Вопрос простой. Зачем? Вот он прожил всю свою жизнь и будет дальше жить вот таким, какой он есть, каким его воспитала мама, папа, система, работа, жена, дети. Это его мир, мне нахер в него лезть. Вот подходить к сотруднику полиции, объяснять ему, что он живет неправильно, то-то, тот-то, там, уволься, там, разбегись и башкой об стенку ебанись. Смысл мне, я если это и делаю, я это делаю для того, чтобы преследовать какие-то цели, под видеозапись, чтобы где-то его опустить, показать, что он дебил, потому что мне не понравилась его реакция в мою сторону. Ни больше, ни меньше. Я не хочу его ничему образовывать, учить жизни. Это другие системы вселенной, понимаете, это, муравейник, сука, и инопланетяне. Вот я, сука, инопланетяне, понимаете, а это муравейник. Да мне похуй, как они живут и в каком говне не ковыряются. Но если этот, сука, муравей меня укусил, там, ужалил, понимаете, я его раздавлю. Я сейчас вам образно объясняю. И когда вы говорите, что вот вы там кому-то отведете, будете доказывать, свою философию объяснять, потому что в надежде, что он в очках, он что-то понимает и тому подобное. Это лишнее, на мой взгляд. Вы, конечно, можете это делать. Да, там, может быть, кого-то склоните на свою сторону, там, он, взглядами станет ваши отряды и начнет, так сказать, думать так же, как и вы, и в чаты подпишется там и тому подобное. Мне это неинтересно. Мне неинтересно, как этот муравейник живет, как там копошатся вот эти люди. Неинтересно, понимаете, неинтересно. Я не хочу их менять. Потому что это, во-первых, невозможно, во-вторых, они этого не хотят. Их устраивает все. Да я не об этом говорил, Владимир. Я говорил о том, что вы разделяете людей из этого ролика. Каждому свой пинок. Вот этому, который ни черта не понимает, ему свой пинок. А очка ты выйдет, а и он укусит. Ему свой пинок под зад, чтобы он здесь не бордел. Ну, я бы использовал, да. так же верный. Ну, не густиного актера шквал там всего, что, ну, каким инструментарием владеете, на него обрушивать. Зачем он нужен, этот вактер? Просто ему сказал, иди отсюда, собака, беззубая. Лай вон там, в стороночке, и все, ну, просто фу, иди отсюда. А очкастый вышел, на него более, как бы, больше сил приходится и энергетических затрат и как бы доказывать свою правоту, ставить его на место. Я про то, что вы разделяете так же в ролик, и я так же на этих беззубых собак не реагирую. Посмотрите, вот вы, опять у вас прозвучало, пытаетесь доказывать. Так, кто-то опять звонит. Да не, я не доказываю, я вижу по вашим роликам, что вы так же разделяете, и я говорю, что я так же разделяю. с какой целью? Я не конкретно не разделяю, я просто каждому человеку имею свой подход, в зависимости по ситуации, понимаете? Ну, у меня есть опыт, есть соответствующие знания. Вот, Владимир, ладно, давайте уже как-то завязывать, можно попозже поговорить, просто у меня человек тут все звонить, дозвониться не может, а я с вами тут уже больше часа разговариваю. Давайте там чуть попозже продолжим, хорошо? Я понял, да, ну, как мы с вами взаимодействие наладим, не наладим, не стоит заручаться вашей поддержке. Стоит заручаться, давайте наладим взаимодействие, все это сделаем, только давайте буквально, ну, мне надо людям ответить, понимаете? Я сижу на телефоне уже больше часа, мне люди должны позвонить, и все, давайте прервем разговор. Все, до связи, чуть-чуть попозже можете перезвонить, но сейчас мне надо с людьми поговорить. Всего хорошего, до свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok